Господа, как вы заметили, я люблю всё маленькое. Начинаю готовиться в рейс. Ноутбучик тоже лёгенький, мало весит. Гитарку купил, уже показывал. Из Японии прислали. Весит 3,9 кг. Это звуковая карта, через что я играю. Вот называется. Постоянно все спрашивают. Sonic Port VX Line 6. И последнее, что мы купили сегодня. Что я купил. Вторую колоночку подкуплю в Америке. Дешевле будет. Вот какая красота. Стоит 4 тысячи. Вот она стоит. 4 тысячи 950 гривен. Ну, делите на 26. Будет в долларах. И когда мне в магазине товарищ поставил две колонки, левый и правый канал разнёс. Это просто красота. 290 грамм весит. Ну что ж, приступаем к распаковке. Только что позвонили с аквасервиса. Американская виза готова. Поеду забирать. Ну да, наконец, прошла неделя, как и говорили, в посольстве. Получил визу. Вот. До 2028 года. Но я столько работать не буду. Правильно, жена? Не буду столько работать. Ещё 5 лет поработаю и хватит. В путь. Распаковали её. Коробочка такая, прям как Apple. Всё очень понятно и очень быстро. Вот она резиновая. Даже можно под дождь кинуть и будет всё нормально. Брать с собой на велосипед куда-то или ещё. Ну, 290 грамм весит. И микро-USB. Кажется, да. Под зарядочкой. Говорят, на 6 часов хватает. Сейчас соединим пару. Послушаем, как это всё звучит. Ну, две колонки – это просто, просто сила. Только что позвонил в свою компанию. Сказал, что получил визу. Уже, говорю, сижу на чемодане. Думал, наверное, если судно приходит в Мексиканский залив завтра, то завтра уже и полечу. Но сказали, что буду вылетать вместе с третьим механиком. Немножко задерживаться. И сразу такое чувство, как в школе, когда говорят, что урок отменяется. Или когда учился в академии, пара отменяется. Такая радость. Эх, ещё погуляю 3 денька. Как бы я ни стремился к этой цели, к зарплате, к новому пароходу, но всё равно на суше. Суша есть суша. Кто-то рвётся в море, потом плачется там. Я по-честному всё говорю. Нравится мне здесь больше. Но, чтобы отдыхать здесь, надо поработать там. Динамик нужно зарядить пока что из магазина. Не хватает заряда. Вот что я сейчас с собой беру. Наушники. Так они складываются. Marshall. Звук очень хороший. Ну, естественно, эти камерки. Маленькая GoPro Hero Session и GoPro Hero 4. Думал посидеть дома 3 дня и улететь в рейс, но, видите, настроение немножко пропало, потому что позвонили из Одессы, говорят, этот стармех, который, ну, в принципе, это моя вина, то, что я попал на операцию. Но он полетел на пароход на 2 месяца. Видимо, пароходик хороший и продлился ещё на 2 месяца. Поэтому сижу дома, отдыхаю. Ну, как бы хотел этого как подсознательно, может, так и получилось. Но буду всё равно добиваться своей цели. Ну, видимо, этот же плейлист так и назвал. Долгая дорога на контракт. Будет четвёртая часть. Поэтому так всё и происходит. Ну что ж, поехали тестировать. Самое главное, потому что у меня, как я вам рассказывал в прошлой серии, навернулся динамик левый. Там платить 200 долларов лучше уже через эту колоночку попробуем. О чём рассказать одну историю, это о чём этот и, собственно, весь мой канал. Если сильно стремиться, то мечты осуществляются. Вот раньше я мечтал о том, чтобы, ну, пока что эта мечта ещё не совсем осуществилась, но получить визу американскую и приехать в Америку на пароход, выйти в город и снять, как бы, Америка глазами моряка. То, что лично я в этой Америке вижу, в своей Америке, и показать вам. Потому что некоторые восхваляют очень сильно, у меня не такое совсем мнение. И второе, я тоже как-то даже боялся отпугнуть эту мечту, попасть на какой-то новострой. Ну, это где строят суда, в особенности в Корее, в Драйдоке. Потом ты приезжаешь, принимаешь суд на где-то месяц, и дальше уже на новеньком пароходе, это вообще новый-новый, 2018 года. И потом, как бы, это, конечно, очень сложно, потому что с утра до вечера контролировать всех этих корейских работников, а потом возлагать все ответственности, ну, это и так ответственность. Просто все системы, все механизмы, каждый запуск, это просто кошмар. Это только мне рассказывали, но, как ты можешь понять, это нужно испытать только самому. И вот вчера получаю звонок из Новороссийска. Мне говорят, что тот стармех продлился, как я вам уже и говорил, хорошо работает, и пароходик отдают индусам. Это куда, где мы должны были встретиться с капитаном, с кем я работал на пароходе. Говорит, есть другое предложение, зарплата, правда, чуть-чуть поменьше, но вот этот новострой в Корее, месяц в гостинице, 4 месяца контракт, все эти ходовые испытания, системы, регистры, это, конечно, такая головомойка, но после этого уже никто мне не сможет сказать, что у тебя нет опыта, тоже электронный двигатель, новый, 115 тысяч тонн. Ну, посмотрим, конечно, я надеюсь, ну, время, конечно, у меня будет мало, но я поснимаю все, что смогу. Вот так, ребята, стремитесь, и в конце концов мечты осуществляться. Тут даже одна колонка идет очень сильно, со всех сторон. Если две поставить, это будет просто сила. Красота. У меня индусы пароход забрали, у моего сына выкупил кто-то, поэтому он скоро приезжает домой, и, по всей видимости, я задержался, его раньше списали, может, и... Снова солнечный денек в Киеве, гуляю тут со своим давнишним другом-одноклассником, сейчас поедем в музей авиации, да? Да. Как он там называется? Ну что, мне вчера позвонили из Прибалтики, из Риги, прошло я собеседование, потому что хотел записать это все дело, но ничего не получилось, сидел в белой рубашечке, включил скайп. Ну, в общем, товарищ суперинтендант поговорил по специальности, больше вопросов было, типа, ты с этим справишься? Я говорю, ну, опыта нет, конечно, справлюсь. В итоге, в общем, я прошел, позвонили из Одессы, говорят, теперь южную корейскую визу на тебе еще. Я говорю, я так еще посижу месяц, и вообще все визы народа мира сделаю. Ну, на следующей неделе все это сделаю за пять дней, и буду паковать чемодан. Там, конечно, будет вообще где разгуляться, не знаю, будет ли у меня время, но, конечно, это... Я же как-то себе представил, меня аж пот бросило от всех этих всех механизмов новых и всех проблем. Была во Львове, была в Карпатах, преодолевала горный хребет, все работает, все едет, нас провезла по Киеву, не закипела и подарила нам много интересных сегодня ситуаций. Сейчас пока немцы уехали, я хотел... Смотрите мои морские истории. Вот три контрактора работал с немцами, я постоянно, когда вот вижу немцев, что-то на него форму одеваю, вот так. Вот типа они мне так мерещатся все. В касках, да, с гранатой. Уехали на мотоцикле. Аплодисменты провожаем участников под номером 15. И встречаем здесь наших участников, пожалуйста, заезжайте к нам. Автомобиль Тойота, помню, такой. В 81-го года. Участники под номером 20. Праворульная машина, единственная сегодня, насколько мне известно. Весь флот в сборе. Пошла навигация. Все, что имеем, то и представлено здесь. Супер новая перекрашенная пара. Все, что мешает? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Прошла снова неделя. Я вначале лишь обрадовался, потом начал немножко переживать, потому что должны были позвонить с южнокорейской визой, и никто не звонит. Я решил сам сделать телефонный звонок в Новороссийск, поговорил с девушкой, она сказала, все нормально. С 21 мая будет вылет, с 24 по 30 мая будет Ситрайл, это спуск на воду и все ходовые испытания. Скажите, почему так долго сидишь? Потому что неохота работать, это все равно, что ездить на старой машине, на таком гарбидже или на новой. Это не только ездить, это надо еще ремонтировать и чинить, мы же механики. Поэтому начал я работу искать в январе, после Нового года, и постепенно дошел с развалюхи, кучу собеседований прошел. Но в конце концов, я надеюсь, моя мечта осуществится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова